Где спите, где рассвет встречаете? Вот, пока вчера тоже кровать привез. Здесь поставили телевизор. Там что-то из мебели поставим. Так что думаю, что будет уютно, хорошо. Вот этот телевизор купим. Кровать не жесткая? Нет, нет, нормально. Огненная стихия у Ивана Филипповича, как и у многих сельчан, уничтожила почти все постройки на участке. Власти восстановили все с нуля. Мы баньку тоже сделали хорошую. Нет, что сказать. Маленько недоделанную. Но здесь я сам буду делать. Окей, эту печьку поставлю. Надо покупать печь железную. Иван Филиппович сторожил. Видел становление черемушек с самого начала. Вернуть жизнь в прежнее русло для него теперь дело чести. Картошка плохая. Вот морозом убило. Морозит. Скоро уже неделю как. Большие морозы были. Ну, наверное, не до урожая было с таким строительством. Ну, конечно. Вот такие дела. Мы будем стараться не падать духом, правильно. Из 20 уничтоженных огнем домовладений восстановлено 16. Оставшиеся 4 семьи предпочли переехать в другое место. Сегодня уже завозится мебель. Люди обживают новое жилье. Это новый этап жизни черемушки. Да, я думаю, в республике. Алексей Самбуевич, спасибо вам лично. Спасибо. Потому что я знаю, что вы каждодневно здесь занимались решением всех вопросов. Владимир Владимирович, ну, под вашим контролем было сложно расслабиться. По итогам совещания, которое было под руководством президента 4 августа на Байкале, было принято решение корректировки нормативной базы, которая в том числе позволит делать противопожарные разрывы в центральной экологической зоне, чтобы обезопасить населенные пункты от лесных пожаров. Местные жители рассказывают, новыми домами довольны. А бывалый домашний уют придет, когда во дворах черемушек вырастут новые кусты черемухи. Илья Бельков, Сергей Петров. Новости дня. Привайкальский район.